А сейчас с не меньшим удовлетворением и радостью я объявляю следующего выступающего. Следующий член Президиума Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, один из лидеров Санкт-Петербургской трансперсонологии, Геннадий Бревде. Здравствуйте, доброе всем. Я надеюсь, что еще утро. Как-то все тут... Вот смотрю. Все симпатичные лица. Все красивые, некоторые любопытные, некоторые такие немножко настороженные. На некоторых читаю, ну что он еще тут нового скажет. Но я вас предупреждаю, что то, что я буду говорить и то, что я буду рисовать, я вам не скажу ничего нового. Но вот то, чем я занимаюсь и чем мы с вами займемся сейчас, да, это обнаружение вот этого не нового, обнаружение этого в себе, в своей душе и в своей жизни. Тема моего сегодняшнего... Ну я как-то так язык не поворачивается назвать тот, что я сейчас буду делать докладом. Тема моего сегодняшнего присутствия здесь, в этом пространстве. Она звучит так. Кризис как путь в трансформации. Ну на самом деле тут такое лукавство в этом названии, потому что достаточно было бы написать всего одно слово «кризис», и там было бы все три слова сразу. Потому что если мы вспомним, или я вам скажу, перевод этого слова с аутентичного греческого языка, то слово «кризис» переводится как «поворот» или «неожиданная перемена направлений». Когда мы это слово слышим, или когда мы называем какое-то свое состояние, или какую-то свою ситуацию этим словом, то первая ассоциация, которая возникает у человека нашего мира, нашего сообщества, нашего времени, это конец. Кризис пришел, все, все кончено. Но люди, которые проходят этот поворот, которые преодолевают кризис, которые живут дальше, они великолепно знают, что это вовсе никакой не конец. Это новое и неожиданное начало. И вот мы с вами сейчас займемся тем, что мы будем смотреть и вспоминать о том, как у каждого... Потому что сегодня мы рассмотрим три типа кризиса, то есть три типа поворота. И я вас уверяю, что вот первый тип кризиса, он у каждого из вас был. Второй встречается намного реже. И третий – это совсем редкий кризис. И первый поворот – это такой вот он легкий, он такой понятный. Более того, когда мы с вами будем его вспоминать, я буду просто озвучивать, вы будете спрашивать, а у кого это было? Ой, это у меня было. А я еще вообще великолепно этот поворот вижу, я его так прохожу грамотно вообще. Все делаю, вот все, что положено в нем делать, я делаю, да, все замечательно у меня происходит. Кто-то говорит, ну, или скажет, ну, елка, как-то... Вот действительно, ведь надо же так. И вот вроде как я бы и хотел так. Что-то мне помешало какие-то мои то ли знания, то ли мои какие-то привычки помешали мне проходить этот поворот так, как его нужно проходить. Почувствуйте, что когда мы приближаемся к повороту, то если у нас включены фары, или хорошо видно, да, мы не будем думать, я вот сейчас вот так поверну, или мы автоматически, когда мы видим поворот, когда мы видим траекторию движения, мы автоматически в нее вписываемся. Тут нет у нас противоречия между хочу и надо, между чувствую и думаю, ничего нет, мы просто вписываемся и все, мы чувствуем этот проход. И когда мы один раз, например, прошли этот поворот, да, прошли эту траекторию, мы опять-таки приближаемся к следующему подобному повороту, мы начинаем его чувствовать. И эти чувства не противоречат нашим мыслям, они укладываются в нашем сознании, да, и мы осознанно и прочувствованно с пониманием проходим эту траекторию. У нас уже нет проблем с этим поворотом. И вот сейчас та работа, которая у нас с вами будет происходить, она будет сводиться к тому, что я вам буду озвучивать, да, я буду вам рассказывать истории, да, вот история про поворот номер один. Вот смотрите, какой он бывает. История про поворот номер два, смотрите, какой он бывает, с кем был, да, вот история про поворот номер три. Самая печальная, да, и самая тяжелая история. И вы будете вспоминать, и, возможно, в каких-то воспоминаниях у вас возникнет видение, вот то видение, о котором я говорил, да, что когда вы видите траекторию, вы, не задумываясь, великолепно вписываетесь в нее. Итак, да, история номер один. Вы занимаетесь какой-то своей деятельностью, она вам нравится. То, что вы делаете, вас увлекает, вам дает энергию, да, вы любите то, что вы делаете. Вы делаете этого, ну, в достаточном количестве, потом вы начинаете это делать больше, потому что ваша деятельность востребована, вам нужно еще что-то, поступают какие-то заказы, заявки, там пространство требует от вас большего, большего. Вы начинаете делать это все больше и больше, и вот ваша эта деятельность, она идентифицируется, усиливается, вы ее делаете, вы получаете великолепную обратную связь от пространства, от жизни. Вам аплодирует та аудитория, для которой вы делаете то, что вы делаете. Все великолепно, все хорошо. И вдруг в какой-то момент вы начинаете ощущать какую-то странную усталость. Эта усталость даже не физического такого, как бы, вкуса, она какая-то такая, вот, вы, в следующий раз вы делаете то же, те же действия, да, той же может быть обстановка, но вы каждый раз идете на эту работу, вы идете все с меньше и меньше охотой. И в какой-то момент у вас начинают возникать мысли, что что-то мне не очень нравится то, что я делаю. Да, что-то, а вот раньше у меня было такое вдохновение, у меня было такое, можно сказать, творческое либидо, у меня было такое влечение вот к этому, я с радостью делал все те же самые действия, сейчас что-то меньше радости стало. И все это потихоньку как-то угасает, угасает, угасает. В какой-то момент вы вдруг начинаете ощущать, что вы вообще как-то что-то вроде того, что вы вообще как-то не хотите идти на эту работу. Что как-то, как-то вот уже то ли поднадоело, то ли это противно, то ли уже как-то подташнивает, то ли как-то это что-то тут не то. Скажите, пожалуйста, вот у кого было это не то, о котором я говорил? О, 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 а, ну я же вас притупрежу. Эх, ребята, все не так. Первый поворот, вот первая структура поворота, она происходит с каждым. Да, давайте я вам сейчас нарисую, в какой траектории вы находитесь, да, что это за поворот, да, и я вам расскажу, и когда я вам расскажу, как его, вот, как его проходят, ну вот, грамотно, летучее и великолепно, да, и, возможно, многие из вас скажут, ну, и до того, как ты тут появился, я вообще точно так же грамотно, летучее, великолепно. Понимаете, я же вам сказал, я вас говорю, я ничего не могу, я вам не скажу. Все это есть. И, возможно, многие из вас прощупали уже этот поворот и научились его проходить. Итак, я рисую. На самом деле это круг. Да, ну я не очень хорошо рисую, но вот такой круг у меня получился. То, о чем я вам рассказывал, это верхняя часть круга, это лето. Это сезон, вы представляете, когда лето, все растет и цветет, все там, солнце светит, там деревья плодоносят, все шикарно, да, все, очень много энергии, да. И вот лето, это такой период активности. То, о чем я вам рассказывал, это некий такой сезонный кризис или сезонная траектория. Но далее лето, несомненно, совершенно неизбежно переходит в осень. И осень, почувствуйте, да, как входить в этот поворот, осень – это период сбора и укладывания урожая. Причем, вот то, о чем я говорю, это, знаете, Михаил Адема с «Складыванием урожая». Это не про какие-то внешние действия. Поймите, все эти траектории, вот эти вот критические движения, движения жизни, это все про движение вашей души. Эти движения происходят на глубине души. Итак, что же должно происходить в осенний период? Вот, вспомните, да, созрели плоды. Мы их аккуратно укладываем, мы находим какое-то место, где они будут лежать и не испортиться. Мы празднуем урожай. Осенью обычно бывает праздник урожая. И вот этот осенний период – это когда внутри, посмотрите, что должно произойти, чтобы мы грамотно вписались вот в этот цикл, в этот сезонный цикл. Мы что-то очень активно делали. Мы делали это, делали, делали, делали. Что-то у нас произошло, что-то у нас удалось, чего-то нам не удалось. И вот в этот осенний момент мы обязательно, потому что без этого мы грамотно не войдем в зиму, без того, что мы не упакуем плоды. Мы и тоже, мы укладываем. Причем мы тоже не то, что мы взяли какой-то блокнотик и написали там какие-то слова, мы и тоже мы это в своей душе. Вот я сделал вот этот проект, вот я провел там такие-то семинары, вот я написал такую-то книгу. Во, классная получилась книга. А тут я вот что-то колбасился, колбасился и ничего не было. Но это ведь тоже результат. Если я что-то пытался, и это не получилось, что мне с этим делать? Может быть мне ставить… Да, 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 возможно, да, этот плод, ну, я у него, да. Вот, и в душе происходит вот этот, самое главное, в душе вот этот процесс укладывания. Так это укладывание, удовлетворенность? А тут может быть с одной стороны удовлетворенность, с другой стороны. Даже если что-то не получилось, то этот плод тоже нужно куда-то деть. Его нельзя оставлять на ветке, понимаете, да? И вот есть какой-то вот этот активный период, да, он должен иметь свое такое, как бы осеннее завершение. Нужно каким-то образом в своей душе завершить те процессы, которые шли, те процессы активности. Причем, вот вспомните, что всякий раз, когда в вашей траектории, в вашем движении начинается вот этот осенний поворот, вы чувствуете этот запах осени, вы чувствуете, что я что-то меньше хочу делать, вот что-то вот уже мне меньше хочется делать, тоже вот те же самые действия, которые повторяются, да, но я их хочу делать меньше. Опа! Приготовьтесь, потому что это, наверное, про то, что вам придется затормозить, остановить деятельность и перейти вот к этому моменту укладывания, внутреннего укладывания, понимание, что я сделал, как много я сделал хорошего, что у меня произошло на этом пути, вот к этому моменту осенней остановки. И, пожалуйста, вот вспомните, может быть, те из вас, которые шли по этому пути от летней активности к осенней остановке, как у вас великолепно получалось остановиться, какое вы испытывали наслаждение, какое вы испытывали удовлетворение, чувство, да, единство, целостность вот в этом моменте, да? Спонтанно, без того, что я вам об этом сказал. Вот я вам сейчас сказал, вот мы, может быть, через некоторое время начнете практиковать, да, что вот, вот у меня лето, вот у меня осень, да, вот я остановился, да, а может быть, у кого-то это было, ну, само по себе вот так получалось, и получалось здорово, да? Было такое? Было. Было. Угу. Потому что, как я говорю, ничего нового вам не скажу, все это внутри вас. Просто давайте вот как бы включим фары и посмотрим те и те. Те траектории, по которым я говорю. Далее, смотрите-ка, ну, если осень, то, разумеется, далее наступает зима. Угу. И вот в этот, в этот период, в зимний, ну, что бывает в зимний период? Ну, ежики засыпают, медведи тоже засыпают. Нельзя сказать, что он наступает в этот период смерти, да? Наступает такой холод, при котором все затормаживается. Причем, почувствуйте самый главный момент, что тормозится та ваша деятельность, которая здесь была на пике. Вы можете как угодно там бегать, плавать, там, ходить в горы, там, ездить на каких-то там устройствах или на лошади. Что угодно вы можете делать, только вы не делаете этого. Да? Потому что по отношению к этому, по главному моменту вдохновения, да? По отношению к этому вы спите. Вы ежик, который засыпает. И почувствуйте важнейший момент. Если, не дай бог, в зимний период вы пытаетесь проснуться и что-то начать делать, из вот этой оттенции, да? То это получается медведь-шатун. Вы как будто можете открывать, вот у вас какие-то записи, у вас там на компьютере открываете файл, с какой-то вашей работой. Что-то такое вообще. И вы, знаете, как из какого-то страшного сна, вы начинаете выскребаться. Вот вы это, выскребаетесь вы плохо, то, что вы здесь пытаетесь делать, все плохо. Зимой нужно зимовать. И вот если вы зимой хорошо прозимовали, то есть если вы очень грамотно, плюнув на все, ушли вот в этот зимний период, то сама по себе вдруг начинает надвигаться весна. Причем весна, вот это вот весеннее пробуждение, оно приходит как бы само по себе. То есть вы себе зимуете, ни о чем не думаете. Вы не думаете, вот сейчас там наступит время, я там начну, да, вы говорите, нет. Нет, что-то начинает. Причем вы поймите, что весной начинает расти и цвести все новое. У вас вдруг начинают пробиваться какие-то новые идеи сквозь ваш этот сон. Вдруг начинается какой-то, ой, возникает что-то совершенно новое, совершенно новое какое-то направление в ваше ближайшее. И из этих новых вот планов и видений, и мечт, и идей, вы врываетесь в совершенно новое лето. Там уже совершенно новые цветы, новые плоды и так далее и тому подобное. А теперь, внимание, предупреждение. Смотрите, я вам сейчас рассказал вот такую вот шоколадную историю, да, как проходить вот этот вот сезонный цикл самым лучшим образом. Возможно, вы его, кто-то из вас, таким образом его проходили. Теперь, предупреждение. А что, если мы будем делать не так? Что, если мы вот отсюда, да, время движется всегда вот так, да, по часовой стрелке? Что, если мы отсюда начнем грести сюда? Я не хочу никакой осени, я не хочу ничего укладывать, я не хочу никакую зиму, я хочу обратно сюда. То, вот это вот наше движение, время идет туда, течение, да, мы гребем сюда. Что мы делаем? Мы зависаем вот здесь, и причем мы зависаем с убывающей энергией. Почувствуйте. Мы пытаемся делать, нет энергии. У нас энергии уходит больше, а то, чтобы сделать то же самое. Мы начинаем зависать здесь, и чем больше мы здесь виснем, тем мучительней, и тем депрессивней. А если отсюда на Мальдивы, например? Это только-только-то я об этом и говорил. Вот отсюда только на Мальдивы, и больше никуда. Если мы начинаем здесь виснуть, да, вот в этом месте, то у нас не наступает зима, потому что мы не даем ей наступить. Да, у нас не наступает лето, не бывает, потому что оно не может быть, течение идет сюда. И мы виснем вот в этом самом дискомфортном и эргонистическом месте. Это то, что делают многие, то, что категорически нельзя делать в этом планете. Теперь у меня остается очень мало времени. Про этот цикл вы поняли, да? А продолжительность, да? Вот, великолепный вопрос. Значит, дело в том, что вот эти часы, они идут не по времени часов, а по времени событий. То есть вот эти вот внутренние события, вы сами, эти часы внутри вас. Ваша задача только видеть этот циферблат, как он поворачивается. И интересный момент, что у некоторых людей, буквально, знаете, вот представьте себе, несколько циферблатов внутри, там, один побольше, другой поменьше, да? И вот один зимний цикл, он может быть, там, зимняя, осень и так далее, он может быть какой-то недельный, другой может быть годовой, третий может быть суточный, да? Всё это идёт. Самое главное – это знать, что это естественное движение вашей души, верить в эти естественные движения и вписываться в этот поворот, вот в этот самый элементарный поворот. Сейчас у меня осталось очень мало времени, поэтому я вам нарисую два других поворота. Просто я их озвучу, потому что если я вот буду спрашивать у аудитории, а у кого это было, то, возможно, ну, поднимется, ну, на первый поворот, возможно, там, две-три руки, а на следующий, может быть, и не одна. Итак, вот структура поворота номер два. Человек о нём рассказывает так. Был я вот таким-то парнем, или была я такая-то девушка, ходил я в такой-то институт, учила я такую-то дисциплину, пыталась я быть экономистом, переводчиком, я не знаю, где-то. Вот всё было обыкновенно в моей жизни. И вдруг в какой-то момент я почувствовала, что чего-то в моей жизни не хватает, я не знала, что это, да? Но не хватало мне этого всё больше и больше. Мне всё больше и больше хотелось чего-то, и я не знала чего. Потом в какой-то момент, да, я стала искать это что-то, это было мучительное. Я не знала, чего я ищу, я втыкалась во все дыры, да, я пыталась где-то как-то найти, читать какие-то книги, ходить на какие-то семинары. Это было очень сложно. Потом в какой-то момент вдруг возникла нечто, какая-то ситуация, какой-то человек, какая-то книга, да, и меня как будто вышвырнуло в какую-то другую жизнь. Я стала совершенно другим человеком. Вот я даже не могу вспомнить о том, что было здесь. И вот это тоже раз, два, три, четыре, да, это четыре, но это то, о чём вы хорошо знаете, это кризис рождения. Это кризис, который состоит из четырёх матриц, да, и многие его проходят через жизнь. Я был одним, стал другим. И есть самая тяжёлая и самая печальная история, самый тяжёлый и самый печальный поворот, который проходится вот только таким образом. Рассказывают о нём вот так. Жил я какой-то вот своей, опять-таки, жизнью многих раз. Меня там чего-то не устраивало, я не понимал, чего меня не устраивало. Я делал всё, чтобы остаться в этой жизни. Я цеплялся за те ценности, которые были в этой жизни. Я цеплялся за те ритуалы или те действия, которые были в этой жизни. Я делал всё, чтобы она не поменялась. Но она переставала меня. Мне было всё больнее и больнее. У меня всё было всё меньше и меньше энергии. В конце концов, энергии не оставалось вовсе. Я уже не мог вставать, я уже вообще... И в какой-то момент я буквально стал трупом. Я не мог делать ничего, кроме того, чтобы... Ну, просто вот я лежал, я там сбивался, я не знаю чего. В какой-то момент я понял, что меня нет. Какое-то время было такое, при котором меня не было. Энергии при этом не было тоже совсем. А потом, я даже не помню, как, я вдруг вынырнул в какой-то новой, совершенно неожиданной для меня жизни. Это... Вот если это кризис рождения, то то, что я вам описал, и то, что я вам нарисовал, это кризис смерти. Это когда человек идёт из какой-то жизни номер один, да? Вот это четвёртая матрица, те же самые матрицы. Немного удивительное вот это вот сочетание, потому что там не 3-2, а там 2-3. Здесь два нуля, то есть, ну, как вот, ноль или там единица. Единица тут, единица тут, да? Два, два, три, четыре. И вот это период смерти. Смерти или растворение в рождении. Вот это вот такая схема. И, к сожалению, эта схема, она непроходима вот таким образом. Потому что очень многие люди, да, они хотят из жизни номер один перейти в жизнь номер два. Но зачастую им это не удаётся, им приходится проходить через умирание или через самую глубокую депрессию, кризис, перерождение. То, что иногда делается, да, делается окружающими, делается специалистами, делается, все, кто дотягивается, да, это катастрофа завешивания человека вот в этом месте, да, то есть в тот момент, когда человеку надо уже умереть, то есть пережить вот эту смерть эго, его начинают завешивать в агонии. Эта агония настолько мучительна, что многие просто кончают жизнь самоубийством. Итак, я вам нарисовал вот эти вот три траектории. Первая траектория, я знаю, что она пригодится каждому из вас. По второй, я не знаю, кому из вас это будет полезно, но на всякий случай вы теперь об этом знаете. Вот, и если вы почувствуете, что ваша жизнь выруливает вот таким образом, вам открывается поворот такого типа, вы будете примерно знать, как не будете его проходить. А вот с этой траекторией тут сложнее всего, потому что, вы представляете, как человек, у нас тут будет целый круглый стол, да, как человек относится к любой смерти, человек относится с огромным страхом и абсолютно обоснованным страхом. По-любому умирать страшно, больно и невозможно. Если бы мы имели возможность жить вечно, мы бы, наверное, чем-то придумали. Каждому из нас предстоит смерть. И каждый человек на пороне той или иной смерти оказывается в ужасном органическом состоянии. Да, и поэтому, да, знать об этом, ну, я думаю, что мало. Но я вам могу сказать, что есть способы как-то подготовиться и как-то, может быть, немножко хотя бы попробовать научиться проходить вот эти пути. Ну, на этом я заканчиваю. У меня сегодня еще будет похищенное вот этому месту, да, прохождение, да, смерть и возрождение. Вот, если есть вопросы, то там где-нибудь можно будет их задать. Вот, так что спасибо вам, что вы мне дали возможность вот с вами вот так вот. Продолжение следует...